Олинда. Город монастырей. О, Линда! О, как красиво! Так воскликнул первый португальский губернатор, ступив на этот берег, и его возглас стал названием города. Во всяком случае, так, 200 лет спустя, эту историю записал монах из этого монастыря. Сау-Бенту – один из наиболее хорошо сохранившихся монастырей Олинды. Вот уже много веков монахи-бенедиктинцы проводят здесь свои мессы. Но для монахов время играет второстепенную роль. Повторяющиеся из года в год ритуалы уже давно стали частью этого исторического места. Сегодня, как и раньше, братья каждое утро собираются на утреннюю молитву перед роскошным алтарем монастырской церкви. Первые бенедиктинцы пришли в Олинду в конце XVI века. Они пришли вслед за иезуитами, и францисканцами, чьи рассказы о красоте и притягательности новой колонии уже обошли всю Европу. Уже тогда монахи расценивали особое очарование Олинды как надежду на будущее. Свой нынешний облик монастырь Сауденту приобрел только в XVIII веке. Сегодня он считается одним из ценнейших памятников позднего барокко в Бразилии. Живущие здесь монахи осознают историческое значение этого наследия человечества. Они взяли на себя повседневные заботы по охране и уходу за постройками. В облике города и сегодня доминируют культовые сооружения тех лет. Но красота Олинды заключается не только в ее архитектуре. Олинда не город, а сад, полный шедевров. На восьми калинос, связанных между собой холмах Олинды, щедро раскинулась природа. В центре города дома скрываются в густой листве. Когда в 1535 году португальцы впервые бросили здесь якорь, они обнаружили идеальные условия для поселения. Плодородная земля, защищенная бухта, чистая питьевая вода и мягкий климат. Их предводитель, Дуарте Коэлью Перейра, взошел на один из холмов и, окинув взглядом местность, воскликнул. Олинда, ситуасам параса фундарума вилла. О, какое красивое место для основания города. Олинда. Глядя отсюда на широкий берег и море, можно почувствовать эйфорию первых поселенцев. И по сей день какой-то сказочный свет заливает здания, Олинды, ее пальмы и пляжи. Даже развалины, благодаря игре красок, приобретают особую красоту. Поначалу источником богатства были плантации сахарного тростника. Город Олинда стал столицей государства Пернамбука. Его порт превратился в важнейший перевалочный пункт сахара. Рабы, доставляемые из Африки, служили дешевой рабочей силой. В 17 веке, прельстившись плантациями и удобно расположенной гаванью, на Олинду напали голландцы и сожгли город. В нескольких километрах южнее, по побережью, они основали собственное поселение под названием Ресифи. Сегодня это миллионный город. Ресифи быстро развивался в крупнейший порт на северном побережье Бразилии. И в течение 17 и 18 веков португальцы восстановили разрушенную Олинду. От когда-то богатого монастыря кармелитов после атаки голландцев осталась только эта церковь. Сегодня здание закрыто. За несколько веков жуки-древоточцы уничтожили интерьер и съели почти всю роскошь. На реставрацию нет денег. Тем временем паразиты повредили балочные перекрытия почти всех церквей. Прожорливые твари уничтожают историческую архитектуру Олинды на глазах у ее жителей и организации по охране памятников. Олинда – это город монастырей. С момента ее основания христианская вера играла здесь особенно важную роль. Шесть монашеских орденов избрали холмы Олинды своей резиденции. Всего 20 церквей, монастырей и часовен. Францисканский монастырь Конвенда-ду-Сан-Франциско смотрит на океан. Он был построен в 1585 году и принадлежит к самым древним религиозным постройкам Олинды. Великолепную библиотеку францисканцев редко посещают даже сами члены ордена. Мало кто из монахов отваживается прикоснуться к столетним фолиантам. Пыль, покрывающая полки и книги, считается проклятой. Ибо тот, кто вдохнет частицы этой пыли, может стать жертвой таинственной болезни. Страх монахов не безоснователен. Им известно, по меньшей мере, об одной загадочной смерти. Трагическая участь постигла человека около 10 лет назад. Говорят, один теолог умер в мучениях через несколько дней после того, как поднялся на колокольню монастырской церкви. С галереей хорошо видна башня. Эта старая каменная кладка сохранилась, несмотря на причиненные голландцами разрушения. В башне смертоносная пыль лежит на ступенях слоем в палец толщиной. Это экскременты, оставленные колонией летучих мышей, которые, к великому сожалению монахов-францисканцев, обитают не только в колокольне. Днем эти ночные создания спят в узком лестничном проходе. После того трагического случая на колокольню больше никто не поднимался. Страх перед пылью засел так глубоко, что даже звонарь протянул веревку, идущую от колокола, через дырку в двери. С тех пор он звонит со старых хоров. Рядом с библиотекой расположена монастырская церковь францисканцев Носа Синьора де Снебис. Монахи проводят мессы перед алтарем, который предназначен только для членов ордена. Для всех остальных в боковом нефе был воздвигнут еще один алтарь такого же размера. Двойная церковь – одно из немногих строений, в которых пока еще нет летучих мышей. От них защищают решетчатые окна. В субтропическом климате невозможно держать окна закрытыми. Когда солнечные лучи освещают обычно полутемное пространство церкви, на стенах во всей красе появляются драгоценные азулежо. На голубых изразцах изображены библейские истории и сцены из жизни святого Франциска. За века краски на изразцах не потеряли своей яркости. Эти изразцы считаются одним из шедевров португальского искусства. Из Европы их несколько месяцев везли в Алинду на корабле. Уже 300 лет назад эти изразцы ценились очень высоко. Старый город и по сей день сохранил исторический стиль тех лет. Его жители осознают туристическую привлекательность Алинды и всячески этому способствуют. Каждый год почти все здания на главных улицах красят свежей краской. Это происходит перед карнавалом, когда на одну неделю сюда съезжается больше миллиона туристов. И тогда обычно пустынные улицы старого города оглашаются звуками самбы и криками танцующей толпы. В самом центре старого города находится исторический рынок рабов. Сюда сгоняли рабов, состоящих в гавани кораблей, и продавали новым хозяевам целыми семьями. Обычно сахарные бароны искали новые силы для тяжелой работы на плантациях. Жителям маленькой Алинды удалось сохранить наследие последних 400 лет. Религиозные песнопения монахов и монахинь давно стали экспонатом живого музея. С момента основания первых монастырей христианство играло здесь особо важную роль. Вера и религиозность считаются в Алинде само собой разумеющимися. ПЕСНЯ Если бы раз в год за воротами церквей карнавал не ставил город с ног на голову, можно было бы подумать, что время остановилось. ПЕСНЯ Первое впечатление португальского губернатора Перейры, полученное им 470 лет назад, до сих пор остается самым верным. О, Линда! О, как красиво! Режиссер Роланд Мэй, оператор Дитер Вольф. Фильм озвучен фирмой СВ Дубль по заказу ГТРК Культура. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова